В Украине считает память жертв Голодомора. Еще одна страна признала его преступлением против человечества и украинского народа. Это Румыния. Таким образом, уже 18 стран считают Голодомор геноцидом. А Папа Римский Франциск сравнил смерть миллионов украинцев от голода с нынешней военной агрессией России. С вами Нехта. Все самое важное и интересное к этому часу. Украина приходит в себя после массированных атак. Большую часть электроснабжения всех объектов критической инфраструктуры уже восстановили. Будем збільшивать обсяг генерації протягом дня дня. Российский постпред выдает новые нарративы на заседании сообщества ООН о жертвах российского террора. Зеленский призывает лишить страну террориста права вета. Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави террориста у відповідності до розділу сьомого статуту ООН. Димар Шпашиняна на саммите Беззубова ОДКБ. Путин кинул на стол ручку, Лукашенко развел руками. Не хочу злоупотреблять временем и на данный момент хочу поблагодарить вас за внимание. Спасибо большое. Дорогие любимые подписчики, угадайте, кто любит читать ваши комментарии? Это я. И очень радуюсь, когда их становится еще больше. Адекватная оценка нашей работы нам очень важна. Даже критическая помогает становиться нам лучше. Поэтому поставьте лайк этому видео или напишите комментарий. Если вы цените нашу работу и любите наш контент, нам очень важна ваша поддержка. А теперь вперед к новостям. 70% Киева к середине дня оставалось без электричества, заявил мэр Виталий Кличко. Водоснабжение столицы частично восстановили. В Харькове не работало метро и электротранспорт. На маршрутах курсировали автобусы. Тем временем, как электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры по Украине восстановлено. Об этом заявили в Минэнерго Украины. Кроме того, к вечеру начнут работать атомные станции, что позволит сократить дефицит электроэнергии. Насправді ситуация сложна взагалі по краю. Есть области, где уже увеличили постачание электроэнергии. Но нужно понимать, что вчера насправді произошел блок-аут в нашей энергосистеме. Наслідок этих обстрелов, которые произошли. И насправді ситуация очень сложна. Но на сегодня уже в четвертой ранке мы смогли объединять энергосистему. Вона уже сьогодняя, зараз працюет как единая. И на сегодня уже заживлены критичные объекти инфраструктуры по всей стране. И, соответственно, мы будем сбільшувати обсяг генерації протягом дня. То есть мы рассчитываем, что до вечера у нас уже в работе почнут працювати атомные станции. И, соответственно, выдавать электроэнергию в мережу. И це значно скорочить дефицит. Напомню, накануне Россия снова совершила массированную ракетную атаку. По Украине выпустили 70 ракет. Погибли 10 человек. Без света воды и отопления остались несколько крупных городов. АЭС автоматически перешли в аварийный режим работы. Последствия ограничений электроэнергии все еще ощущают Укрзалезнеця. По состоянию на полдень около 80 поездов двигаются с большими задержками от часа и более. Некоторые маршруты пришлось сократить. Компания перешла на использование тепловозов. Приходят після комендантской годины. Розгортаемо такие гуманітарные хабы. Люди отримуют, завдяки партнерям World Central Kitchen, отримуют суп гарячий, гарячий чай. Мают пледи. Розгорнуті навіть дитячі кімнати. Тому так люди чекають. Але всі з розумінням цього ставляться, чекають в теплых, комфортних умовах. Всі вокзали зарезервовані, мають енергозивлення, мають тепло, навіть буржуйки гріємось тепло. Є стерлинки, є зарядні пристрої, тому люди можуть лишатися на зв'язку. Остановить енергетический террор и лишить Россию правовета на совбезе ООН призвал совбез президент Зеленский. По просьбі України собрали екстренне засідання. Зеленский пригласив експертов організації проінспектирувати критически важні об'єкти української інфраструктури і з собственими глазами убедиться, чому приводять російські атаки. Радбез має дати чітку оцінку вчинкам держави-террориста у відповідності до розділу 7 статуту ООН. Україна пропонує, щоб Радбез ухвалив таку резолюцію про засудження будь-яких форм енергетичного терору. Подивимося, чи зможе хтось в світі разом з Росією сказати, що терор проти цивільних людей – це нібито добре. Я підтверджую запрошення від України щодо місії експертів ООН на об'єкти критичної інфраструктури нашої держави, які зазнали чи можуть зазнати ударів російських ракет. Потрібно дати належну оцінку пошкоджень і руйнувань. Потрібно зафіксувати, що це удари саме по тій інфраструктурі, яка забезпечує життя десятків мільйонів людей. І нарешті треба відновити справедливість всередині самих структур ООН. Держава-терорист не повинна брати участь в будь-яких голосуваннях щодо питань її агресії. В свою очередь, російський постпред Небензя прийшов на засідання совбезда, коли Зеленський вже почав виступати по видеосвязі. Глава російської миссії занялся приготовліннями і довго демонстративно копошился со своїми бумажками. В ответ на заявлений Зеленського Небензя выдал свеженькі нарративи Кремля. По мнению России, повреждення жилых домов і жертву среди мирного населения происходит по вине кого бы вы думали? Ну нет же, не Путіна в конце концов. Виновата во всем украинська ПВО. Но повреждення жилых домов і жертву среди мирного населения действительно происходит по вине украинської ПВО, располагаємо не на окраинах городах, а в самих центрах. В итоге, обломки ракет ілі збившіся з курсу українські ракети попадають в те объекты, в які Росія і не целилась. Вот, например, сегодня украинські пользователи выложили в інтернет фотографии ракет, попавшие в жилые дома в Києве і в Вышгороде, Київській області. І оказалось, що це американські ракети ПВО, поставляємо Києв. Росія традиційно прячет концы в воду. Тела наемників ЧВК «Вагнера» пакують в спецмешки, а їх документы изымаються. Об этом сообщають в генштабі ВСУ. Самі ожесточенные наземні бої сейчас ведуться в Донецькій області. Там российські війська безуспешно пытаються штурмувати две своїх основних цели – Бахмут і Авдеївку. Кроме того, рашисты укрепляють позиції на временно оккупированных территориях Херсонської області і Крима. Ворог удосконалює логістичне забезпечення передових підрозділів та покращує фортифікаційне обладнання позицій на зазначених напрямках. На тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим активно ведуться роботи з виготовлення залізобетонних конструкцій. Готову продукцію вивозять в напрямку міста Армянськ. Медичному персоналу лікарень тимчасово окупованої Горлівки Донецької області окупаційна влада надала вказівку вилучати документи загиблих найманців приватної військової компанії «Вагнер», не проводити судмедекспертизу тіл та пакувати їх у санітарні мішки для транспортування. Пункт призначення наразі невідомий. Путін все ще стремиться встановити контроль над Україною, хотя і демонстрирує стремлення к переговорам, считають експерты Американського інститута изучення війни. Однак, по мнению аналитиков, затуманивання Кремлем своїх целей, которая, вероятно, рассчитана на западну аудиторію, збивають з толку і российських сторонників війни. Так, например, после заявлений Пескова о том, що целью спецоперції не є сміна власть в Україні, один із воєнних блогерів, зв'язанних з ЧВК «Вагнера», обвинил российські власти в введення війни без чіткої цели, пишуть аналитики. Даже пропагандисты вже не розуміють, що і к чому. А як можна провести денацифікацію і демилитаризацію, якщо власть на Україні остається той же? Ну, отеце той же Зеленський, який все время кричит, що він просто должен сказати «я змінил свої взгляди». Нет, я не кажу, що Дмитрий Сергеевич не прав, я просто хочу понятие, а какой тогда образ будущего України? То есть ми його як видим? Як пожелаєт український народ, як ми говорили? Ну, український народ може пожелати, там, он Зеленського пожелал, а немецкий народ когда-то Гитлера пожелал, і че дальше? То есть, вот если отойти от расплычну формулировку і перейти к тому, що происходит, то йдет війна з НАТО на територію України. Але пропагандисты тем временем подбивають итоги саммита беззубой організации под названием ОДКБ. Белорусський диктатор совсем разошелся і признався, організация совсем посыпется, якщо Россія проиграє війну. Песков с ним согласился. Ну, я бы скажу, как с этим можна согласиться, с оговорком, что будущее успех спецоперации с ним не вызовет. Премьер Армении Пашинян вообще пошел на демарш. После того, как ОДКБ никак не отреагировало на просьбу вмешаться в конфликт с Азербайджаном, Пашинян отказался подписывать ключевые документы по итогам саммита. Помимо военной поддержки со стороны блока, Ереван ожидал четкой политической оценки азербайджанской агрессии. Но этого не последовало. Путин кинул на стол ручку, Лукашенко развел руками. Ну, не хочу злоупотреблять временем и на данный момент хочу поблагодарить вас за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое. Пашинян заявил, Ереван ожидает от ОДКБ проведение политико-дипломатической работы с Баку для вывода войск с суверенной армянской территории. Но отметил, что Армения не собирается втягивать странные члены организации в конфликт с Азербайджаном. Да, премьер-министр Армении, выступая в самом начале на узком составе, он сказал, что скорее склонен трактовать как фиаско работу ОДКБ по ситуации между Арменией и Азербайджаном. Это точка зрения армянской стороны. Это право армянской стороны так расценивать ситуацию. Переговоры между странами ЕС о так называемом потолке цен на российскую нефть зашли в тупик. Об этом пишет Bloomberg. По данным источников издания, правительства расходятся во мнениях. Еврокомиссия предложила 65 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии считают ее слишком щедрой по отношению к Москве и предлагают уменьшить цену вдвое. А Греция и Мальта, в свою очередь, не хотят опускаться ниже 70 долларов. И как раз это та цена, за которую российская нефть продается сейчас на свободном рынке. Послы стран ЕС соберутся для обсуждения еще раз. Заодно обсудят и меры по сдерживанию цен на газ. Трагический случай произошел на передовой борьбы с наркотрафиком. Полиция Индии заявила, крысы съели 200 килограмм конфискованной у наркоторговцев конопли. Полицейские пожаловались, что это крошечные животные, и они не боятся полиции. Трудно защитить от них наркотик. Как оказалось, это не первое преступление животных наркоманов, пишет BBC. Три года назад полиция восточноиндийского штата Бихар обвинила крыс в уничтожении тысяч литров конфискованного алкоголя через год после того, как штат запретил его продажу и употребление. Как думаете, виноваты ли были крысы? Напишите в комментариях. У меня на эту минуту все. Напоминаю, самое актуальное и интересное в телеграм-каналах Нехто. Поддержать нашу работу и развитие наших ютуб-ресурсов можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч. Хороших вам новостей. Слава Украине. Живи Беларусь. Живи Беларусь.